МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько лет назад британец Джон Хэндбери из Честерфилда установил мировой рекорд, вырастив на своей грядке кабачок весом 61 килограмм. Ох, уж эти стремящиеся быть впереди планеты всей англичане. Как бы то ни было, а должное все-таки нужно отдать мексиканцам. Потому как именно они первыми стали выращивать этот вкусный и полезный овощ. И, думается, не славы ради. Правда, почему-то они долгое время не решались употреблять его мякоть и к столу подавали только семечки. В Европу же кабачок был завезен торговцами гораздо позже и поначалу культивировался исключительно в научно-исследовательских целях. Для европейцев этот диковинный плод был всего лишь экспозицией, которую они с успехом демонстрировали в ботанических садах, до тех пор, пока известные своими кулинарными талантами итальянцы не додумались, что кабачок, оказывается, можно использовать и на кухне. Сегодня выращивают много разных сортов кабачков. Цукини, белый, золотинка и другие. И они действительно широко используются в кулинарии, потому что вкусны и очень полезны. Из них можно готовить самые разнообразные блюда. Их можно жарить, тушить, консервировать. Романтичные французы, к примеру, обожают салат рататуй, состоящий из кабачка, баклажана, помидора и перца. Экзотичным грекам по вкусу салат из цветка кабачка, фаршированного рисом и сыром с добавлением пряностей. Ну а русская нация предпочитает кабачковую икру. Создавая блюда из кабачков, современные повара стараются соответствовать предпочтениям потребителей. К примеру, в приготовлении вегетарианских блюд они сочетают кабачок с картофелем, луком и морковью. Кстати, вы никогда не пробовали яичницу с кабачком? Благодаря этому овощу блюдо становится более сочным, а добавленная веточка розмарина придает ему еще и пикантности. Так что обязательно попробуйте! Для тех, кто решил сбросить пару лишних килограммов, диетологи также предлагают кабачок. Дело в том, что его плоды содержат много витаминов, таких как В, С, ПП, клетчатку, и в них практически нет жиров. Калорийность овоща не превышает 27 килокалорий на 100 граммов. И объяснить это можно тем, что на 90% кабачок состоит из воды, потому-то он так популярен в диетических меню. А конкурировать он может разве что с огурчиками. Кстати, мякоть этого плода, естественно, в виде пюре, можно давать в пищу даже маленьким детям, так как кабачок не вызывает аллергию. А уж свежий липот отварить и перетереть, или купить баночку с детским питанием, коих сейчас в магазинах предостаточно, выбирать вам, дорогие родители. Очень полезны кабачки для диабетиков. Они значительно снижают уровень сахара в крови. Для употребления в пищу рекомендуется молодые кабачки небольших размеров, с тонкой кожицей, потому что они мягче, их семечки нежнее, а мякоть вкуснее. К тому же их можно кушать сырыми, не подвергая термической обработке. Кстати, к сыроедению в последнее время все чаще прибегают приверженцы здорового питания, считая, что обработанный паром овощ утрачивает свои полезные свойства. К тому же сырой кабачок легко усваивается и не раздражает кишечник. Но если у вас все-таки имеются проблемы с пищеварением, то кабачок обязательно нужно отваривать, а еще лучше потушить. Поеданием овоща не следует увлекаться лишь тем, кто страдает почечной недостаточностью из-за большого содержания калия, который при таком заболевании может ухудшить состояние. С другой стороны, тот же калий, содержащийся в кабачках, способен снижать кровяное давление, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что выбирайте сами, а лучше, посоветовавшись с вашим лечащим врачом, в каком количестве и в каком виде этот овощ употреблять. Кстати, кабачок – один из немногих овощей, который может долго храниться, не теряя при этом свои полезные свойства, а напротив, удваивая их. Некоторые исследования показали, что количество белков достигало максимального уровня при сроке их хранения до пяти месяцев, а белок, как известно, является источником сил и энергии. Необъяснимо, но факт. Бог дал нам в пищу этого долгожителя для того, чтобы наша энергия никогда не иссякла. Будьте всегда бодры и здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова